Всем привет! И в этом видео я вам расскажу, как вы можете добавлять на свой рабочий стол полезные виджеты, такие как очистка и блокировка. А также я вам покажу, как вы можете изменять размер ваших ярлаков в приложении. Что ж, поехали! Итак, мы сначала открываем менюшку. Нажимаем на рабочий стол, свободное пространство. И потом настройки. Еще. Размер значков. Смотрите, ваши значки, в зависимости от того, какими вы хотите их видеть, могут быть или маленькими, или большие. К примеру, маленькие значки применяем. Смотрите, окей. Ну, реально, у вас значки маленькие. Кому это интересно, можете ставить маленькие значки. Опять-таки, открываем окошко. Настройки. Еще. Размер значков. И большие значки. Если кто-то может плохо видеть, у кого-то возраст. Если у вас там мама, папа, бабушка, дедушка хотят больше видеть значки, то вам реально эта информация понадобится. Применить. Окей. Опа. Ничего себе. Вот это другой разговор с такими значками, уже и незрячие, да, могут увидеть и хорошо разглядеть то, что нужно. Вот, как вам такая, как вам такой прикольчик. Поэтому, можете пробовать. Теперь, по поводу виджетов. Виджет. Здесь у нас есть виджет к быстрому доступу. Сразу у нас есть очистка, блокировка, Wi-Fi, фонарик, интернет. Полет, Bluetooth, точка, контакты. Вот такие полезные виджеты вы можете принять. Просто блокировку ставите, и этот виджет у вас появляется на рабочем столе. Но тут есть разные виджеты. Часы, погода, калькулятор. Опять, чтобы вставить виджет калькулятор, вам на рабочем столе понадобится много свободного пространства для того, чтобы этот калькулятор вместился. Если у меня пространства не хватает, как, например, здесь, то мне здесь пишется, что, сейчас, смотрите, на этой странице недостаточно места перетащить этот объект на другую сторону. Соответственно, этот виджет не подойдет. Ну, более маленькие виджеты. В общем, какие виджеты вы хотите видеть, такие вы можете установить. Это вообще не проблема. Вот такой вот получился небольшой видосик. Я надеюсь, он вам понравился. Ну, а я пока буду с вами прощаться. Хочу вас попросить, оставляйте свои комментарии. Какие бы вы вопросы хотели бы, чтобы я обсудил. И какой бы видосик снять следующий. Я ставлю стандартный размер посередине, медиум, средний. Ну, мне медиум само подходит. Само подходящий, само то, что нужно. Спасибо всем за внимание, ребята. Всем успехов.